Мусорная тема, она одна из самых острых и в лучших российских традициях. По сути, началась от того, что пока петух не клюнет, у нас никто не зашевелился. Но вот сейчас, наконец-то, зашевелились, но натолкнулись на определенные проблемы и на определенные дискуссии, которые сегодня мы обязательно продолжим. У нас в гостях Валерий Петросян, заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности, вице-президент Российской Академии естественных наук, доктор химических наук, можно долго перечислять титулы и звания. Я думаю, более компетентного специалиста нам сегодня не найти. Мы будем обсуждать мусорную тему, как я уже сказал, и, ну, наверное, в таком контексте, как строительство мусоросжигающих заводов. Их планируется построить достаточное количество как в Подмосковье, так и в других регионах страны. И на днях вышло исследование, такое интересное исследование. Есть исследование за, есть исследование против. Но здесь британские ученые, ну, правда, в таком хорошем смысле этого слова, британские ученые из Оксфорда, из других уважаемых институтов Великобритании, сделали исследование, которое проводили на протяжении 15 лет, и выяснили, что нет связи с ухудшением здоровья у тех жителей, которые живут вблизи мусоросжигающих заводов. Вот вы знакомы с этим исследованием? Да, я эту работу, которая опубликована в майском номере 2019 года, очень известного авторитетного журнала Environment International, что означает «международная окружающая среда», изучил очень внимательно, потому что это вопрос, которым я занимаюсь, проблемами химической безопасности с 1975 года, являюсь экспертом ООН по химической безопасности уже 26 лет, членом Европейского комитета химии и окружающая среда, 19 лет, награжден медалью итальянского химического общества за выдающиеся достижения в химии окружающей среды. Поэтому я, конечно, такого уровня работы все изучаю, ибо в Оксфорде, в Лондоне, где расположен Imperial College, откуда два профессора в этом конкретном исследовании являются со-руководителями, в Лейстерском университете, откуда третий руководитель этого исследования, большого, тоже является известным учёным. Там я тоже читал лекции, и поэтому с большим уважением отношусь к этим людям и очень серьёзно изучил в деталях эту работу и очень серьёзно воспринял выводы этой работы. Какие выводы, да? А вывод самый главный такой. Значит, вот эти исследования, которые проводились с 2003 по 2010 год, экспериментальные исследования, и потом ещё несколько лет осмысливания этих результатов, как видите, это заняло лет 8-9, и поэтому, конечно, это очень серьёзное исследование. И главный вывод о том, что заводы по термической переработке отходов с превращением в электроэнергию, то, что в простонародье называется мусоросжигающие заводы, здесь я хочу внести поправку, значит, и объяснить, что, как я всегда объясняю, мусор – это то, что дворник метёт во дворе или на улице, а отходы – это то, что люди с высоким уровнем ответственности собирают на кухнях своих домов, квартир, в офисах и выносят аккуратно в соответствующие контейнеры. На Западе, в передовых странах, как я называю, авангардным клубом, это Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия в некоторой степени, но в большей степени это Швеция, Швейцария, Япония. Вот это все страны авангардного, с моей точки зрения, клуба, которые живут под двумя лозунгами. Первый лозунг – это нулевое захоронение, то есть ни одного кусочка отходов никакого в землю. И второй лозунг – это нет свалок, нет отходов. Это означает, что люди сознают в этих странах все при высоком уровне рекламы этого лозунга, что всё, что люди генерируют в качестве отходов в своей жизнедеятельности, всё будет переработано, ничего захораниваться не будет. Ну, получается, переработано либо во вторсырьё, либо в энергию, да? Совершенно верно, совершенно верно. И на этом построена наша новая система управления твёрдыми коммунальными отходами в России, которая в соответствии с федеральной программой «Чистая страна» и президентским указом введена в Россию с 1 января 2019 года. Так всё-таки выводы этого исследования – это безопасно или там есть… Совершенно верно, совершенно верно. Вывод главного исследования заключается в том, что все жилые, так сказать, поселения, деревни, какие-то фермы и так далее, расположенные в радиусе 10 километров от каждого из таких центров, включающих в себя заводы по термической переработке отходов – это, получается, 20-километровый диаметр – они совершенно безопасны для здоровья населения. Это подчёркнуто совершенно однозначно. Более того, уточняется, что, относясь к результатам своего исследования очень критически, эта большая группа авторов, она пыталась найти не только доказательство, но хотя бы свидетельство в пользу того, что негативные эффекты есть, и не смогла. Вот так чёрным по белому написано и в тексте, и в выводах этого исследования. Наверное, ещё всё зависит от технологий, которые применяются при термической переработке, при сжигании. Совершенно верно, совершенно верно. И вот это ключевой вопрос, который касается претензий тех людей, которые не очень осведомлены о прогрессе в этой области. О чём я имею в виду? Что я имею в виду? Я имею в виду то, что те заводы, которые 20 лет назад поставлялись на рынок и, соответственно, возводились в разных странах, они действительно были мусоросжигательными заводами. То есть просто привозили все отходы, загружали в эту камеру термической обработки и сжигали. А что там несётся в атмосферу, не уделялось особого внимания. Именно поэтому, когда предыдущее правительство Москвы пыталось вокруг Москвы поставить 7 заводов, снятых с использования в Германии, потому что они не удовлетворяли экологическим требованиям. Конечно, мы написали, и я подписал письмо, и покойный Алексей Владимирович Яблоков, другие известные экологи подписали письмо и Юрию Михайловичу Лужкову, и в правительство, и в Думу, и в Совет Федерации с категорическим требованием не допустить этого. И поэтому заводы остались где-то в Туне, так сказать, потому что правительство Москвы уже заплатило тогда за эти заводы. И слава богу. Да, и слава богу, что они остались, то, что я называю в Туне. А что сейчас? Сейчас же тоже есть противники новых. Да, но это противники, я вот слышу и читаю их высказывания. Я, конечно, сожалею о низком уровне их образования и знаний современной ситуации, но они действительно апеллируют к старым конструкциям, к старым технологиям вот этих именно мусоросжигательных заводов. То, что было сделано японско-швейцарским консорциумом Хитачи Цоса Нова, это, значит, альянс двух крупных очень гигантов технологических, это принципиально новые технологии. В чём главное отличие? Главное отличие в том, что в старых мусоросжигательных заводах максимальная температура, которая достигалась в камере сгорания, была 850 градусов, а в новых заводах это 1260 градусов. Это как-то влияет? Это принципиальный скачок. Почему? Объясню. Потому что при 850 градусах разлагались, да, действительно разлагались полиядерные ароматические углеводороды, в том числе такие канцерогены первого класса опасности, как бензопирен, бензокафлуорантен и другие. Они разлагались. Но, как выяснилось потом, что в атмосферу поступают более токсичные вещества. Полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны, которые, опять же, в простонародье называются просто диоксинами. Почему они более опасны? Потому что они являются не только канцерогенными веществами, но они являются еще разрушителями гормональных систем, и они катастрофически влияют на сердечно-сосудистую систему. Поэтому, конечно, выбросом вот этих так называемых диоксинов уделяется в этой системе новой, хитачи и зоцин нового, первостепенное внимание. Каким образом? Вот эти самые диоксины, то есть с помощью новой технологии получится ли полностью от них избавиться, или что-то все-таки будет попадать в атмосферу? Да, это ключевой вопрос, когда рассуждения идут о всей новой системе управления твердыми коммунальными отходами, которая внедрена уже с 1 января этого года в нашей стране. И, значит, среди четырех главных ступеней этой новой системы, когда речь идет о раздельном сборе отходов, о раздельном вывозе отходов, о досортировке профессиональной этих отходов и, наконец, переработке во вторичное сырье, в том числе в электроэнергию, той части отходов примерно 25%. Это органические отходы, те пищевые отходы, которые нельзя превратить в компост, в органические удобрения. Эти неразделяемые пищевые и растительные органические отходы, а также те неразделяемые пластики, которые используются в этих, значит, системах, они сегодня, конечно, составляют основную заботу. Почему? Потому что если то, что я уже сказал в первой части нашей программы, удавалось сделать при помощи старых мусоросжигательных заводов, значит, это уничтожить полиядерные ароматические углеводороды, канцерогены, то в новых заводах, значит, созданных консорциумом японской фирмы Hitachi и швейцарской фирмы ЦОС и НОВА, значит, удается удалить не только эти канцерогенные вещества, это само собой, а удалить и более опасные вещества, которые мы назвали полихлорированные дебензодиоксины и дебензофураны. Благодаря чему? Благодаря как раз новейшему прорыву использованию таких материалов, нанокомпозитных, используемых в космической техники, военной техники, значит, в российском варианте, а я хочу это особо подчеркнуть, что по заказу фирмы RT-Invest сейчас два крупнейших и старейших завода России, завод ZIO в Подольске и завод в Екатеринбурге, они создали и новые котлы с никелевыми покрытиями и создали новую принципиальную энерготурбину, которая позволяет то тепло, которое получается при сжигании отходов в термокамере новых вот этих технологий, превращать в электрическую энергию. И более того, достижение температуры в 1260 градусов, которые я еще раз хочу подчеркнуть на так называемой колосниковой решетке, оно позволило уничтожить полностью вот эти самые пресловутые диоксины. То есть правильно я понимаю, вот вы назвали цифру 25%, это то, что невозможно превратить во вторсырье, во что-то полезное, да, условно? Совершенно верно. То есть это то, что мы должны пустить, ну, по сути, переработать в электроэнергию. Правильно я понимаю, что вот эти 25% у нас есть, ну, такая вилка. Либо мы это отвозим куда-нибудь на свалку, либо мы это сжигаем и получаем электроэнергию. Совершенно верно, да. Если опять следовать тому, что свалки будут существовать. А если они будут существовать, то там будут легально и нелегально появляться всевозможные автомобили, которые будут под покровом ночи или еще как-то выгружать туда какие-то нелегальные отходы. Просто я вот хочу, может быть, пояснить свою мысль. Вот сейчас мы отвозим все на свалки. Ну, предлагается такой вариант, что давайте мы часть будем все-таки сжигать. Вот если сравнивать оба этих варианта, какой хуже? Ну, безусловно, хуже вариант со свалками. Почему, собственно, и самые передовые страны, которые я назвал в первой части нашей передачи, отказались принципиально от свалок. Потому что свалки, это, как я 22 года назад говорил, свалки – это химические бомбы замедленного действия. То есть вы сваливаете отходы, не думая о том, что через 15-20 лет все химические вещества, которые оказались на этой свалке, в результате повышения температуры, солнечного излучения, они начинают жить. Благодаря тем химическим реакциям, которые в них возникают. А эти химические реакции приводят к выделениям токсичных отходов, как газообразных, так и жидких. Газообразные уходят в атмосферу, и ветер их переносит, как химические спутники Земли. Я такое определение предложил в 2005 году, потому что ветер подхватывает эти молекулы и несёт в направлении роза ветров, а это направление может быть, извините, к вам в окна. А второй момент – это фильтраты, так называемые, то есть жидкие отходы, которые проникают сквозь тело свалки, жидкие продукты взаимодействия, и уходят в почвы. И в почвах реализуется, как говорят гидрогеологи, перколяция, то есть горизонтальное распространение этих токсичных отходов, и в конце концов эти отходы оказываются в водах, рек, озёр, морей и мирового океана. Ну, по сути, вот, как вы сказали, эти химические бомбы, они уже начали детонировать в прошлом году. Совершенно верно, совершенно верно. И вот эта детонация, вот эти взрывы, вот этот дым, который, значит, наблюдается каждый раз весной, летом, когда пригревает солнце, и начинаются выделения вот этих газообразных отходов, которые мы видим и чувствуем, и тех жидких отходов, которые мы не видим и чувствуем только потом, когда у нас возникают раковые болезни или сердечно-сосудистые заболевания, или разрушение эндокринных, то есть гормональных систем. Кстати, вот в одном из исследований недавно, ну, по крайней мере, заявление одного из представителей высшей школы экономики, он сказал, что вот нынешние заводы строятся, вот те, которые у нас будут водиться, с тремя степенями защиты, а нужно с пятью-шестью степенями защиты строить, чтобы полностью, в общем, избавиться от... Я должен сказать, что вообще неприлично, чтобы люди, не имеющие специальной подготовки, не просто даже по химии, а по химической безопасности, делали вот такие громогласные заявления о том, чего они не знают и не понимают. Ну, можете пояснить вот эти три степени, пять степеней защиты? Да, я могу сказать, что это всё надумано, и когда речь идёт о том, что если даже вдруг в результате какого-то ЧП или чего-то другого, значит, часть диоксинов, предположим, полиядерно-харматических углеводородов выйдет из камеры сгорания, так или иначе, то на выходе стоят две мощных колонны, специальные, такие страхующие такие ситуации. Одна заполнена углём, причём активированным углём, который используется в военных противогазах, то есть это лучшие сорта активированного угля, и для того, чтобы поглощать любые органические вещества, выходящие из выхлопных труб этого завода. А вторая колонна – это колонна с гидроксидом кальция, которая поставлена специально для того, чтобы в атмосферу не поступали следы даже хлористого водорода, который может образовываться в случае, если в массе отходов, а это загружаются тысячи тонн, значит, эти заводы мощностью 700 тысяч тонн в год. Это колоссальная цифра. Значит, если вдруг в этих 700 тысяч тонн попалось, скажем, там 7 тонн, предположим, какого-нибудь поливинилхлорида или каких-то хлороорганических пестицидов в растительных остатках, то образующийся при термической обработке в этой камере сжигания хлористый водород, он будет полностью поглощён гидроксидом кальция во второй колонне. И поэтому ни о каких шести ступенях, это всё дремучее незнание, фантазии людей, которые вообще понятия не имеют о том, о чём они говорят. Валерий Александрович, если резюмировать, наши заводы будут такими же безопасными, как английские заводы? Наши заводы, безусловно, будут такими же безопасными, как заводы в Великобритании, значит, или в Германии, или в Нидерландах. Я вообще хочу сказать, что таких заводов уже по миру функционирует более 1500 штук. И вот сейчас строятся, я знаю, 162 завода. Я в качестве примера приведу Токио. В нём, в черте города, функционирует 27 таких заводов, расположенных прямо рядом с жилыми домами. И нет проблем. Японцы, которые так пекутся о своём здоровье, как ни одна другая страна в мире, они нормально относятся к этим лучшим современным технологиям и гордятся ими. Ясно. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был Валерий Петросян, заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности, вице-президент Российской академии естественных наук. Валерий Самсонович, спасибо большое за участие в нашем эфире.